Кто водит лучше всех на свете? Моника. Машинка. Прекрасно. Девчонки, привет! Вот сегодня мы приехали отдыхать в Ленинградскую область. Чувствую, что я буду заикаться, давно не снимала. Ну, давайте начнем. Я уже переоделась, мы сейчас идем на обед. Мы находимся с вами в Приозерске, в домике в небольшом. Так, свет я тут не включила, но мне кажется, и так все видно. Смотрите, это отель называется Точка на карте. Тут есть обычные номера, это именно номера. Есть люкс, это мини-домики. Есть семейные люксы. Мы в люксе, то есть это маленький отдельный домик, он небольшой. Он, ну, 35 метров, кажется. И вот что в него помещается. Вот с таким прекрасным видом насосинки. Значит, тут идет небольшая гостиная, кухня, телевизор есть. И это была большая кровать, но можно из нее сделать две маленькие, поскольку мы с подружкой приехали, мы хотим отдельно спать. На кухне, в принципе, вообще есть все для готовки. Сковородки. Да, что еще там у нас? Ну, есть тарелочки. То есть, в принципе, можно со своей едой сюда приезжать. Да, и тут готовить даже чай. Ну, не знаю, там, я свой чай взяла, вот такой гречишный. Вот. И водичку взяла, свою донат. Это комплементарная вода, а этот донат, это я взяла. И вот такой туалет. Смотрите. И самое, что примечательное, вот это можно открыть. Ну, если так. Можно открыть. Ну, в общем, это можно открыть, и тут будет окно. Ну, больше всего мне нравятся, естественно, вот эти окна в пол, и прекрасный вид на озеро. В общем, мы пошли обедать. Какая красота на улице. Я, если честно, думала, что не очень погода будет, но она тут лучше, чем в Петербурге. Это где-то два часа езды от Питера. Мы приехали на машинке. Очень комфортненько было. Классно. Вот это, то, что я говорила, просто номера, они номерами именно. Вот. Каждое окно — это номер. А домик вот так выглядит. Мне нравится. Ой, как красиво. Смотри, какая видовая площадка. Может, там сфоткаться? Да? Пока. Пока солнце, да? Пока солнце. Он большой, видишь, уже больше. Но я тебе именно потолок хотела показать. Мне кажется, в доме прикольно такой потолок было бы сделать. Во-первых, ко всем коммуникациям такой доступ, да, если что. Но это я так уже. Мы предполагаем, что летом здесь можно загорать и купаться. Слушай, ну какой сегодня... Ну, вид здесь просто волшебный, да? И какое сегодня небо, и как все сегодня красиво. Летом здесь вообще интересная. Винотека вот с таким потрясающим видом. Мы сейчас сюда придем с Кристиной какое-нибудь, попробуем вкусное вино. Вообще, конечно, проект классный. Единственное, чего тут не хватает, это баня, массаж, да, вот что-то такое. Потому что по факту есть только домики, мангалы есть, ресторан, прокат велосипедов и винотека. Вот. Ну, и летом, да, видимо, может быть, пляжные какие-то тут, волейбол или еще что-то. Так заняться особо-то нечем. Ну, то есть сюда, если ехать, ну максимум на два дня, это максимум. Я думаю, что одна ночь достаточно. Вот. Баньки не хватает, сделайте баню, пожалуйста. Вот такое у нас прекрасное утро. Красивое. Единственное, но здесь очень неудобные кровати. Вообще, наверное, такой отдых на природе, вдали от города, где особо, да, нечем заняться, он подразумевает комфортный сон. Вот, к сожалению, на мой взгляд, вот эта базовая, да, вещь, как комфортный сон, она не выполнена. Во-первых, отдельные кровати, они очень маленькие. Это как какие-то топчанчики, наверное, для подростка больше подходящие. И совершенно неудобные матрасы, подушки. Мы проснулись с Кристиной, у меня там спина болит, у нее под лопаткой, ну и совершенно не выспались. Я почти не спала, несмотря на то, что мы находимся на природе. Вот это хотелось бы, чтобы исправилось здесь. Плюс вот эти подголовники. Я несколько раз ударилась головой. Ну, они должны быть мягкие, наверное, а не такая маленькая подушечка. Вот на таком жестком подголовнике. Ну, либо я привыкла, потому что у меня дома кровать с мягким большим подголовником. Может быть, это из-за этого, что я так, да, по привычке понимаю, что если я облокочусь, то у меня сейчас будет тепло, ой, мягко и хорошо. А тут не так. Может быть, в этом проблема именно со мной. Но я думаю, что это не очень хорошо. Вот. Напишите, как вы думаете, важен ли сон вот в таком месте. Важно ли надо обращать внимание. Девочки, для сравнения покажу вам кровать у нас дома. Это огромная кровать на всю комнату. Она 2х2. Ну и плюс еще вот тут мягкий обод. Никуда не упадешь. Она такая мягкая. Хороший, естественно, матрас. И у меня еще подушка Farmatec, которая из специальной пены сделана. В общем, на ней очень удобно спать. Поэтому к качеству сна я очень придирчива. Плюс у нас тут полный blackout. Да, вот эти шторы закрываются. И полная темнота. То, что нужно. Поэтому я достаточно придираюсь к качеству сна. Ну, тем более в таких отелях, где изначально заявлено, что это отдых, релакс. Какой хороший воздух здесь. Приятное утро. Мы идем на завтрак с Кристиной. Кстати, завтрак входит здесь в стоимость. И по отзывам он просто какой-то бомбический должен быть. Ну, сейчас мы проверим. Сегодня минус 4. Вот буквально на днях вообще было плюс 5, 6, 7. Нам, конечно, повезло, как всегда. Мы такие, сейчас мы погуляем и сходим на завтрак. Но мы поняли, что... Ну, как-то мы с Кристиной не очень, да, любим низкие температуры, по-моему. Малыми перебежками, да, и мы... Да, что гулять в минус 4, наверное, это не наша немножечко тема. Но вообще тут красиво. Такой итог уже можно подвести, что для эко-отеля тут вот этот глобальный минус. Это недостаток комфортности сна. Ты хочешь реально отдыхать, а это подразумевает, что ты должен хорошо спать. Я не знаю, вообще за рубежом в отелях я очень люблю спать, ну, да, в хороших. Потому что у них как раз-таки с комфортностью матрасов там, ой, а уж сути, все в порядке. А здесь наоборот. Вроде все красиво, все симпатично, так модненько даже. И вот это вот провал такой глобальный. То, что неудобно с ним спать. Вот я и дома решила вам дать честный отзыв по поводу этого отеля, точка на карте Приозерск, в котором мы были. Просто потому, что получила очень много восторженных отзывов. О, как красиво, как туда поехать. Я скажу так, я второй раз туда не поеду. И самая первая причина это то, что там невозможно выспаться. Две кровати, которые нам дали, это одна кровать, и они ее просто раздвинули. Так вот, даже нам, маленьким девочкам, и я и Кристина размера XS девочки, нам там было невозможно выспаться. Я представляю, если бы Игорь поехал, он бы меня просто убил. Я ему предлагала, он бы просто не смог там спать. Я не знаю, какой там матрас, но похоже, что самый дешевый, на нем невозможно спать. Вот просто неудобно. И то же самое подушка. Качество сна в таком месте должно быть на высоте. И лучше, не знаю, убрать ту же самую винотеку, которая там есть с какими-то непонятными русскими винами. Ну, я вообще не поняла, зачем это надо. И сделать качественный сон людям, которые выезжают на природу, чтобы они отдохнули. Еда не особо вкусная. Особенно завтраки. В отзывах я читала, боже, какие там крутые завтраки. Но честно, вообще все очень невкусно. Единственное, что можно было более-менее съесть, это скрэмбл. И сосиски покупные мы уже стали есть, потому что все остальное было просто невкусное. Ну, наймите вы повара, который вкусно готовит. Просто и все. Простые блюда, но вкусно готовят. Это же реальная задача, правда? Хорошего. Потрясающая природа. Шикарный дизайн отеля. Очень, правда, очень приятно там находиться. Но поскольку ты не можешь банально выспаться и вкусно поесть, и там больше нет никаких развлечений особо, да, нет бани, нет массажа, вот, особо, да, ничего нет. Только винотека и прогулки. Ну, хотя бы выспаться, пожалуйста. Ну, в общем, я туда больше не поеду. Хотя очень жаль, потому что природа, отель понравился. А сейчас, как вы думаете, что я буду делать? Конечно же, я буду спать после бессонной ночи у себя дома на мягком, уютном, приятном диване. Странно, что в отеле это не так. В общем, мой мужчина так оборудовал квартиру, что она лучше любого отеля. Не знаю тогда, сколько надо брать тут за ночь. Наверное, все 15 тысяч. Потому что тут реально очень хорошо спится, все удобно, все комфортно, уютно. Вот, большой молодец. Субтитры сделал DimaTorzok